А чего ты сама? Так, Михаил Валерьевич Плюснин в нашей студии. Так нестандартно мы сегодня начинаем программу «Особые мнения». 13.06 в Кирове. Я, Анна Лапшина, слушателей, приветствую. Да, гость наш потерял наушники в процессе. А мы обычно гостям на «Особые мнения» наушники не предлагаем, потому что звонков слушателей программы не предполагает. И можно общаться без них. Нет, если вам в них удобнее, пожалуйста. Михаил Плюснин, председатель правления Вятской областной детской общественной организации ВЕЧ, и член общественной палаты в нашей студии. И мы начинаем программу. Да, добрый день. Добрый. Напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задать через форму анонсов на нашем сайте. И там же вы можете найти по итогам программы и видеозапись сегодняшнего нашего общения с Михаилом Плюсниным, и аудиоверсию программы, и расшифровки там тоже появляются. Правда, не совсем быстро. Ну вот, без наушников удобнее, да? С общественной палаты мы начнем, Михаил Валерьевич. Видели ли вы список из 16 потенциальных кандидатов в общественную палату, уже, так скажем, предварительно утвержденных депутатами законодательного собрания? Список кандидатов, 40 человек, был размещен на сайте ЗАГСа. Вчера, я так понимаю, что руководители фракции обсуждали кандидатов, а сегодня состоялось совместное заседание комиссии по регламенту и комитеты по законодательству местного самоуправления. Выбрали из 40 16 человек. Вашего имени я там не нашла. Ни в списке предварительном, ни в списке окончательном. Почему? Ну, я не подавал заявку в общественную палату, ни через губернатор, ни через законодательное собрание, поэтому у меня там нет в этих списках. То есть вы пойдете как общественник? Ну, я посмотрю на первые две части этого списка. Если посчитаю, что возможно в этом коллективе работать в дальнейшем, то пойду подавать заявку на третью общественную часть. Что может вызвать ваше сомнение в том, что возможно работать с людьми? Если там будут люди, которые готовы работать, а не просто чиститься в списке, то я с удовольствием пойду в такой состав. Вы список из 16 кандидатов не видели, да? Ну, давайте я вам озвучу. Значит, Николай Бусыгин, Сергей Волосков, Андрей Воробьев, Анастасия Горбушина, Владимир Жуйков, Дмитрий Захваткин, Ирина Иванова, Наталья Катаева, Николай Кощеев, Эдуард Носков, Денис Пырлок, Владимир Савиных, Сергей Улитин, Антон Кохлин, Игорь Шарипов и Наталья Ширяева. Но часть имен из этого списка мне знакома. Часть людей и сейчас присутствует в общественной палате. Многие присутствуют так или иначе в общественной жизни. Вот. У вас как? Ну, и большинство людей я знаю, с большинством сталкивался я по работе, поэтому вполне нормальный список. То есть эти люди не вызывают ваших вопросов, вы готовы с ними работать в одном коллективе? Нет, то, что я их знаю, это не значит, что я уверен, что они суперпексисаналы и активно работают. Потому что некоторые из них и сейчас есть в составе общественной палаты, и, скажем так, не слишком активно себя показывают. Это кто, например? Без комментариев. Понятно. Если меня осудят на комиссии по этике общественная палата, это вот непрошу. Вы не имеете права, да, комментировать работу ваших коллег. Интересная какая-нибудь история. Я думала, что такие вещи только в крупных корпорациях случаются, а в общественной палате та же самая. Нет, ну, в любом случае, смысл... То есть я могу не видеть какую-то часть работы технической общественной палаты, которая сейчас есть, потому что, допустим, я не представляю, какую ведет деятельность Носков, это же значит, что он не работает. Он зам секретаря общественной палаты, соответственно, у него свое направление, своя комиссия по экономике, и, возможно, он делает огромную часть работы, но я с ней никак не пересекаю. И точно так же есть люди, которых я, прощественно, не вижу в общественном поле, но, возможно, что они работают на своем участке и очень даже неплохо работают. То есть после детального изучения могли бы сказать, а пока нет. У меня вот такой вопрос. Смотрите, 40 человек, которые заявлялись в общественную палату по списку законодательного собрания, и из тех 16 человек, за которых депутаты предварительно проголосовали, я напомню, окончательное утверждение, 19 июля состоится списка ЗАГС собрания, среди них не так много молодежи, я бы вам сказала, а вот Александр Гавицкий, когда только-только мы говорили о старте собрания заявок нового состава общественной палаты, как раз призывал молодежь активнее заявляться. Вот вы как считаете, все-таки общественная палата должна быть таким органом, где больше молодых, активных, не занятых еще ни семьей, ни внуками, ни какой-то еще дополнительной нагрузкой людей, или должны быть такие, убеленные с едиными товарищей? Я буду неоригинален, думаю, должны быть и те, и другие. Значит, не должно быть слишком много молодежи, потому что у них есть энергия, но слишком мало понимания ситуации. Поэтому где-то четвертая часть должна быть молодежи, возможно, где-то треть должна быть людей, скажем так, в нынешней ситуации пенсионного возраста, и остальные, это где-то среднее между ними. Потому что молодежь из-за ДОРа – это здорово, но знание, опыт и понимание ситуации в целом – это все-таки очень много значит. 16 пенсионеров, 12 молодых людей и сколько у нас получается? 28? 20 человек среднего возраста. Ну, смотрите, я сейчас иди по классификации ВОЗ, а молодость там до 40 лет считается. Там даже до 45. Поэтому совершенно спокойно, десяток молодых мы там обнаружим в этом списке, даже не сомневайтесь. Михаил, еще такой вопрос. Смотрите, у нас на прошлой неделе был общественник Константин Сичихин, и он был в предварительном списке законодательного собрания. В итоговом списке рекомендуемых к одобрению я этого человека не нашла. Константина мы знаем как достаточно яркого общественника, занимающегося темой дорог, дорожного строительства, контроля и прочее. Вот здесь мне интересно, все-таки у Константина остаются шансы попасть в общественную палату? Ну да, то есть, во-первых, он может пойти в ту же самую третью часть общественной палаты, в смысле, общественную часть общественной палаты. Во-вторых, он же активно работает при ЦОКе, а ЦОК – это постоянно действующая структура при общественной палате. ЦОК – это центр общественного контроля? Да, да, все ЖКХ. Соответственно, у него есть точно так же масса возможностей влиять на ситуацию через Народный фронт. Угу, ОМФ. Поэтому я не вижу, что прям это как-то сильно огничит его возможности и полномочия. То есть, даже если он не попадет в итоговый список? Да, то есть, что еще, так сказать, далеко не гарантировано, потому что третья часть еще никто не подавал заявки на третью часть. Ага, то есть, мои вот такие подозрения, что, может быть, слишком активных и слишком ярких не очень хотят видеть в общественной палате, они не обоснованы? Нет, я вот, я пока не вижу точный итоговый список губернатора и ЗАГС-собрания, как бы, очень, вот таки, промечиво делать заявление. Смотрите, список ЗАГС-собраний, ну, я так понимаю, будет готов после 19-го числа, а губернаторский список, скажите, пожалуйста? Не знаю, я не слежу за этим процессом. Так, и вы не знаете, каким образом туда подаются общественники, кто их выбирает? Они сами подаются, общественные организации подаются. Нет, ну, по слухам, не приглашали, уговаривали подаваться, но, ведь все равно в итоге голос решения, это будет решение губернатора по этому голосу. Итоговый список, это будет решение, и будет понимание, что, примерно, предполагает губернатор от своей части общественной палаты. Сроки мы можем назвать? Какие сроки? Примерно хотя бы? Нет, совсем никак? Я вообще, мне совершенно данный вопрос не интересен. Подождите, но вы же должны понимать, к какому моменту вы должны готовить заявление, если вы пойдете как общественник по третьему списку. Как только я увижу список, я пойму, что пора бежать за третьему. Или не бежать. Хорошо, я анонсирую приход Игоря Васильева на следующей неделе в наш эфир. Я думаю, что мы его обязательно спросим о том, когда будет готова его часть списка, если она к тому времени еще не будет опубликована. Михаил Плюснин в нашей студии, председатель правления Вятской общественной, детской общественной организации ВЕЧИ, член общественной палаты Кировской области. Мы сейчас, наверное, сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Михаил Плюснин в нашей студии, Яна Лапшина, напоминаю, веду эфир. Михаил Валерьевич, председатель правления Вятской областной, детской общественной организации ВЕЧИ и член общественной палаты Кировской области. В вашем фейсбуке, Михаил Валерьевич, была опубликована буквально вчера, но я даже не знаю, как сказать, такая реплика, ремарка, по итогам завершившегося весеннего призыва. Ну вот, хорошо, пусть это будет пост в фейсбуке. Честно говоря, он мне показался немножко таким ироничным. Вы пишите, что нет нарушений, все прекрасно. Призывники, которые приходят на военно-врачебные комиссии, так это, кажется, называется, да, оказывается, выздоравливают, но вот, видимо, на глазах прямо у врачей. Я напомню, что на прошлой неделе отчитались областные власти по итогам весеннего призыва. Более 1600 наших призывников отправились или отправятся к местам прохождения службы. Уже все отправлены. Уже отправлены, да. Мы же, наверное, все уже доехали за это время. Понятно. Поездом обычно. Да, скорее всего, поездом. Обычно поездом. Из этих 1600 человек, около 400 человек, не имеют ограничений вообще, я так понимаю, медицинских, прохождения любого вида службы, получается, что остальные 1200 имеют ограничения. Да, у нас же категории годности есть, допустим, А1, А4, Б1, Б4. Соответственно, это 8 категорий годностей, и в зависимости от этого определяется, какие будет родовость. Так. Поэтому ясно, что если у нас А1 – это одна восьмая часть, значит, все правильно. Значит, четвертая часть не имеет ограничений. То есть, ну, еще, смотрите, есть же, соответственно, А1 – это наиболее тяжелая войска, там, десант, там, не знаю, что-то такие, разведка, что-то, ну, это такие серьезные вещи, нагрузки. Соответственно, Б4 – это те, которые не являются особо… В штабе писарем, как говорят, да, герои известного офиса? Да, хотя бы так. Поэтому достаточно большой разброс по возможностям, по нагрузкам, по воинским частям. И поэтому, если человек признан годным, значит, он пойдет какую-то, может быть, не слишком сильно занимающийся боевой подготовкой, но занимается какой-то технической там участием. Так, если человек признан годным. А как человек признается годным? Вот, смотрите, очень интересная история с ограничениями по здоровью. Вы пишете, что призывники вот фактически на глазах врачей выздоравливают, хронические заболевания у них куда-то исчезают, искривление позвоночника моментально испаряется. Это что такое? Здесь два разных момента есть. Первый момент – это неправильная позиция в самих призывниках. Очень часто приходят ребята, которые учились в УЗИ или техникуме, и за время учебы они ни разу к врачам не обращались, чтобы зафиксировать свою заболевание. Допустим, там, ну, допустим, спина у меня болит, как бы у меня там сколиоз, как бы, ну и ладно. Я поболел, никуда не пошел, все хорошо. Он заканчивает ВУЗ и говорит, у меня ведь так-то искривление, оно так-то большое. И вот у меня четыре года назад снимок был, у меня там было, допустим, пять градусов отклонения, а сейчас ведь, наверное, стало хуже. За четыре года ни одного снимка. Он сейчас придет, и все, допустим, снимок, что у него, там, не знаю, пятнадцать градусов искривление, что ему скажет военкомат, ты купил этот снимок. Не может быть такого ухудшения за четыре года. И никак не доказать, что это было. Потому что человек за своим здоровьем за это время не следил. Он его не фиксировал. Он не ходил к врачам. То есть, если он ходил, и что, собственно, и нужно делать? Он должен ходить, наблюдаться. Если есть боли, соответственно, приходить к врачам. Это не только полезно для армии, это вообще для самого себя полезно, в первую очередь. Ну и, учитывая пенсионный возраст, конечно же, очень полезно как можно дольше обманывать государство и жить как можно дольше, чтобы получить пенсию, все-таки, в конце концов. Дожидание. Да. Нет, все-таки, значит, пополучать его хотя бы маленько. Попользовать. И вторая часть работы, это, конечно, то, что медики, которые узнали в категории годности, пользуются им методикой латичных гражданских врачей. Как это? Ну, это загадка, потому что, если человек приходит, и у него все время, допустим, ставили определенный диагноз, то когда он приходит... Гражданский, врач, в обычной больнице. Да, да, да. То есть, когда обычным путем он приходил к своему терапевту, к службому специалисту, ему ставили определенный диагноз. Потом он приходит по направлению военкомата на обследование, и, конечно же... Так, подождите, а куда он приходит? Он приходит в эту же больницу? Скорее всего, в ту же самую больницу, либо... В то же направлении. Да, либо в углубленное обследование, специальный диспансер, ну, уже с бумажкой от военкомата, что направление на обследование при звониках. И сразу же диагноз становится легче. Те же самые врачи ставят иной диагноз? Да, по-честки, да. Как так? Ну, вопрос не ко мне, вопрос к системе здравоохранения. Я фиксирую то, что я вижу два разных документа, которые написаны, допустим, там, полгода назад этим же самым врачом, и вот сейчас этим же самым врачом. Диагнозы разные. И человек реально улучшит свое состояние здоровья. Вопрос еще, вопрос не ко мне. Медицина-то современная работает. Да, да, да. Поэтому, и прогнозирую, что срок жизни скоро вырастет в наших гражданах, именно поэтому, что медицина работает хорошо. То есть, вот это, как бы, первая часть. И вторая часть проблемы, это то, что, когда человек начинает сомневаться и оспаривать решение комиссии районной о категории годности, он идет, пишет жалобу в областную признанную комиссию, признанная комиссия ведет его под белые ручки в специальное учреждение, которое проверяет категорию его годности. И, по-частьски, всегда они ставят диагноз легче, чем тот, который ставили ему изначально. Не знаю, с чем это связано, особенно, видимо, с тем, что самые лучшие эксперты, лучшие веют ошибки предыдущих врачей, которые не эксперты, и ставят безошибочно категорию годности еще более высокую, чем она была у человека. Так. Ну, медицина сделает семейные шаги, я скажу. Поэтому я с вами не спорю. Подождите. Это вот как-то связано с тем, что срок службы по призыву сократился до года? Да, собственно, и раньше тут... Ведь не вспомните, анекдоты никуда не делся. Нет, ну подождите. Вот вообще по логике вещей, мне-то кажется, что все-таки армия это такая структура руководителей, в которой заинтересованы, чтобы человек, во-первых, за время прохождения службы с ним ничего плохого не случилось. Это раз. Второе, чтобы он оттуда вышел, живым, здоровым, да, и желательно в том же состоянии, в котором он туда пришел. И никому не нужны эксцессы, заболевшим человеком, обострением хронического заболевания и прочее. Ну вот мне-то кажется, что это было бы логично. А получается, что все по-другому, что ли? Ну, давайте все-таки еще раз. Вот даже давайте будем опираться на наши официальные цифры, наши официальные статистики. То есть вот область сообщает, что было вызвано больше 6 тысяч человек и призвали из них 1600. Соответственно, остальные их не призвали, потому что у них либо отсрочки, либо заболевания, либо инвалидность. То есть те, кто пошел, то есть вот я уже которого утверждаю, что на сегодня по факту российская армия является добровольной. Тот, кто не хотел пойти в армию, он туда не идет. Соответственно, вот мой опыт работает... Как можно не идти, если нет ограничений? Так, я еще раз объясняю. То есть вот смотрите, вот те призвники, которые доходят до меня, до каких-то адвокатов, до врачебной этой самой коллегии, юристов, они в армию не идут, потому что закон дает массу возможностей, лазеев и способов, чтобы в армию не пойти. Поэтому идут в армию только те, кто хотят туда пойти. Если человек очень сильно хочет этого, ради Бога. Вот вторая вещь. Я всячески за то, чтобы, то есть и армия за то, чтобы как можно больше людей шло по контракту. И поэтому, когда после авиашоу люди стали записываться на контракт, я вот за такие вещи, чтобы армия агитировала к себе. Чем более профессиональный человек придет в армию, здоровый, подготовленный, и он там будет 20 лет или сколько-то служить, качественно, тем меньше нужно будет призывников, которые... Человек профессионально занимается военной службой. То есть к этому все идет. Сейчас дали право после получения высшего образования заключать контракт, дали право после получения среднего профессионального образования заключать контракт, поэтому всем, кто хочет... То есть люди, даже не прошедшие срочную службу, могут сразу же пойти... Дома, получение среднего либо высшего специального образования. И уже получать деньги? Конечно, да. То есть все как полагаться, должность, официальная должность, военная, и звание, и все, как бы, служишь. Много таких желающих? Вопрос не ко мне, есть начальник службы набора по контракту, все цифры у него, пожалуйста, спрашивайте такого рода. Хорошо, давайте тогда к вам вопрос по жалобам. Учитывая вот эту вот ситуацию, про которую вы говорите, что служба в армии теперь фактически является добровольным делом, да, количество жалоб, ну вот в прогрессе, я не знаю, там, пять лет последних, уменьшается или меньше их не становится? Все-таки просто меняется характер. У меня такое ощущение субъективное, что те жалобы, кто приходят ко мне, их становится меньше. Потому что в прежние времена было достаточно много жалоб от тех, кто оканчивал 11 класс, сейчас таких жалоб почти нет. В прошлом году был только один ребенок, который не сдал ЕГЭ, и, соответственно, он подлежит призыву весной. Очень интересно. То есть ему 18 лет уже было? Да, да. То есть очень же многие 11-классники имеют 18 лет уже, на момент окончания 11-го класса. Как так? Наши 11-классники заканчивали школу в 16, по-моему. Ну, не знаю, как у вашей. А вот сейчас... А может быть, это связано с тем, что год лишний. А вот сейчас очень многие ребята 18 лет уже имеют, когда оканчивают школу. Поэтому... То есть это категория отпала. Допустим, раньше было очень много жалоб по тем, кто учился в техникум до 20 лет. Сейчас вот сняли граничные, соответственно, это сейчас категория отпала. Сейчас очень много жалоб было от ребят, кто учится в техникумах либо в вузах. И, соответственно, их вызвали на призную комиссию до момента получения диплома. То есть тут спор на позиции военкомата. Они в чем-то правы, в чем-то неправы, как бы. Они как говорят? Уйдешь в армию, а диплом получишь через год? Нет. Они говорят, что вот, мы сейчас тебя вызвали на комиссию, медики тебя посмотрят, допустим, решат, что ты годен, получишь диплом, идешь к нам, не знаю, 1 июля, мы тебя в армию отправим. Но я считаю, что это нарушение закона в этой части, потому что процедура призыва со среди двух частей, медкомиссия и признанная комиссия, должно проходить в один день. а не разнесено во времени пространства. И, соответственно, человек по этому поводу приходит к нам, идем совершенно спокойно пишем по этому поводу жалобы, человек в армию не уйдет в этот призыв, что намного хуже для военкомата. То есть их попытка сделать лучше для себя, обрабатывается хуже для себя. Так. Поэтому они перестали эти вещи делать. Почему? Или делают, продолжают. Просто постоянно. Просто к вам жаловаться перестали. Таких жалоб много. Вот как раз. Встало меньше. Да. Ну, в общем, как бы, да. И, соответственно, очень много вопросов возникает именно по здоровью. Потому что люди спаривают только в ходе годности по здоровью. Что у меня есть заболевание, которое считается, что оно должно подпадать под освобождение от службы или под полное освобождение от службы. Вот. И военкомат считает иначе. Да, военкомат считает иначе. То есть не принимая какие-то документы во внимание или, допустим, говорят, что там вот у тебя было обследование, года не прошло с момента обследования, в течение года эти данные действительны, мы сейчас не будем пересматривать то решение, которое было поставлено где-то меньше года назад. Допустим, прошлый призыв. Соответственно, я понимаю врачей, которые военкоматы это говорят. То есть есть положение военной врачебной комиссии, где так и сказано, что действуют на течение года предыдущие самозаключения. Вот. Ну, еще. То есть это можно понять, но это совершенно спокойно обжаловаться в суд или в областную комиссию, и поэтому меня это не напрягает. Шансы есть. Конечно. Еще тот, кто не хочет идти в армию, он совершенно спокойно туда не идет, используя все, что может. Я вот сейчас поймала себя на мысль, что вообще мы довольно давно не обращались к теме призывников и проблем службы по призыву, видимо, потому что вот таких громких и трагических историй, которые случались там, да, с нашими призывниками, их тоже, по моим ощущениям, стало меньше намного. Вам надо позвать в Саннику, Елена Петровна. Обязательно. В эфир. И, соответственно, поскольку она отслеживает тех ребят, которые попадают в проблемную ситуацию уже служа в армии, она, соответственно, вам сможет сказать, что есть проблемы уже с теми, кто в армию попал в призывники. Ну, в общем, попадают, как вы говорите, все-таки те, кто хочет. Да. Ну, те, кто хочет, или те, кто вовремя не подумал, не напрягся. Это значит, что он хочет. Да, это значит, что он хочет. Ну, так, пассивно. Да. Михаил Плюснин, председатель правления Вятской областной детской общественной организации ВЕЧИ, тен-общественной палаты в нашей студии. Да, Михаил Валерьевич на протяжении трех составов, если мне память не изменяет, был председателем общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдение права заключения. Не совсем так. Я был в трех составах, в двух я был председателем, третьим председателем был Абашев, а я там был просто... Членом членов МОНК. Членов МОНК. Да. Еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить. Я не знаю, вы не видели публикацию на портале Федерал Пресс, публикация по следам истории с конфликтом в общественной наблюдательной комиссии. И я так понимаю, наши общественники сейчас, те общественники, которые разругались с нынешним председателем МОНК, Михаилом Кузьминым, Кузьминых, если можно так сказать, разругались, они сейчас жалуются на то, что не получают жалоб от заключенных. Перестали поступать к ним жалобы. Возможно, это связано с тем, что на сайте ОФСИН теперь выложен и адрес сайта, второго сайта, доступ к которому имеет Михаил Кузьминых, и телефонные тоже, я так понимаю, что председателя. Мало того, после испедения регламента все свои визиты и места лишения свободы наши общественники должны согласовывать с председателями. Теперь, как я понимаю. И федерал пресс приводит цитаты общественников, где они говорят, что как слепые котята. То есть фактически мы не получаем жалоб, мы не видим ситуации. Вот что вы думаете по поводу всей этой истории? Я бы хотела просто, чтобы умение свое сказали. Вы довольно долго работали в комиссии, но на пользу все происходящее или нет? Но если мы считаем, что основная цель работы комиссии это донесение информации о местах ограничения свободы до общественности и улучшение этой ситуации до приемлемого, нормального состояния, то, конечно, это нынешнее состояние дел в ОНК, оно никому на пользу не идет. На самом деле, посещая колонию, не имея данных в целом, какие там есть обращения, жалобы, проблемы, и идти абстрактно в неизвестность так нельзя. Всегда собирали данные, среда собирали данные мнения адвокатов, мнения родственников, мнения тех, кто освободился, что можно сказать про эту колонию. Иначе невозможно просто идти в учреждение, которое ничего не значит. И что теперь? То же самое, если не дают информацию таким образом, надо идти, идти, разговаривать с теми, кто там есть. А как же нарушение регламента? Насколько я знаю, совершенно спокойно опускают их без ограничений. Всем пока не чинят препятствия. Я надеюсь, что они просто читали закон, потому что регламент не может регулировать процедуру посещения, он регулирует процедуру, как комиссия собирается, как обсуждать вопросы, как она их решает, но не обсуждать эту ситуацию, как посещает колонию. Это не вопрос регламента, это вопрос федерального закона. Поэтому я надеюсь, что УФСИН читал закон и руководствовался им, а не тем регламентом, который вроде бы даже как бы не принят. Как вам кажется, вот тот конфликт, который произошел, он продолжение какое-то будет иметь или нет? Какое предложение? Вот смотрите, за прошедшие 20 месяцев работы комиссии, комиссия собралась один раз сначала избрать писателя, и второй раз вот сейчас шел поменять регламент. О чем мы говорим? Нет никакого коллективного органа комиссии не существует. Поэтому говорит то, что комиссия будет иметь, не будет, ничего не будет иметь. Они все соберутся один раз за оставшееся время, где восхвалят себя, как они отлично поработали. До осени следующего года у нас работает этот состав. Да, поэтому еще одно заседание вполне можно произведение провести, и все. И как страшный сон, этот состав комиссии будет забыть. Так, а что будет дальше? Дальше ведь должна формироваться новая ОНК? Да. Так. Это вот процесс, я так понимаю, начнется где-то летом следующего года или весной? Скорее всего, в августе, где-то вот июль, август, где-то следующего года. Так, можем ли мы предположить, что люди, которые сейчас конфликтуют, если так сказать, снова окажутся в числе кандидатов и окажутся потом в числе членов комиссии? Вполне можем предположить, что люди, те, кто поработал, и кто захочет, пойдут дальше за новый состав, конечно. А вы пойдете? Вы хотите? Вам можно вообще по закону? Вы можете? Мне вот можно уже пойти, сказать, я пока не знаю, потому что надо смотреть. Будет ли на это желание и время. Понятно. Потому что работа в ОНК, если на самом деле работа в ОНК, наследат очень много времени. Очень. То есть, вот я, когда постоянно занимался, это два-три раза в неделю это поездки по колониям либо по отделам полиции. Это, то есть, по съездке работа в самой организации, своей, родной, она замирает. Поэтому, очень затратные мероприятия. То есть, быть обычным членом комиссии, который катается активно, это здорово. Вопрос был бы транспорт. На сегодня вопрос транспорта не решен. Ну и со всеми другими вопросами тоже, так сказать, вопрос не решен. Поэтому, если что-то поменяться в ситуации, значит, можно будет подумать о вхождении в новый состав. Я, честно говоря, хотела бы вас там видеть, потому что я помню, что эфиры наши, которые мы делали по итогам посещения колонии, они были достаточно интересными. Я бы не сказала познавательными, наверное, это не то слово, но тем не менее, да, полезное в этом было. Михаил Плюснин, член общественной палаты в нашей студии. Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся. Михаил Плюснин, член общественной палаты Кировской области, председатель правления Вятской областной детской общественной организации «Вечер» в нашей студии. Мы продолжаем. Ну, давайте еще раз обратимся к вашему фейсбуку, да, и теперь о конкурсе, что называется, да. Две недели назад вы написали у себя, в Кирове не хватает дружной команды из трех человек. Человек-праздник, человек-спортсмен, человек-фотоаппарат. И город запоет, запляшет, оздоровится, уфотографируется в прекрасных интерьерах фотозоны, да, чтение социальных проектов на городской конкурс подкосило мою психику. Простите. Да, что за конкурс, что за проекты? Смотрите, значит, город Киров в этом году впервые дал почти 500 тысяч на проведение микроконкурса. Это городской бюджет был? Да, это городской бюджет в рамках, то есть, общей большой суммы вот выделка бы на общественные инициативы. Полмиллиона рублей. И, соответственно, фонд Вятского соборности выиграл, ну, почти полмиллиона и предложил людям писать заявки на микрогранты от 1000 до 20 тысяч рублей. Ой, это совсем немножечко. Да, но смотрите, можно сделать на эти деньги. Да, можно на самом деле много. Вопрос в том, что это не привязано к организациям, то есть, деньги все идут траншем безналичным, соответственно, люди, то есть, любой инициативный гражданин мог заявить какое-то полезное дело, на его взгляд, для города и, соответственно, подать заявку. Всего пришло 46 заявок на конкурс, мы, соответственно, как эксперты все-таки вычитали, провели итоги, 35 проектов итоги получило финансирование, то есть, я считаю, что 35 инициатив имеют шанс реализоваться, из них наверняка что-то выстрелит, и до следующего года это будет уже не заявка на 20 тысяч, а на приличную цифру. И уже не на уровне города, а на какие-то другие конкурсы. Да, если появится возможность, во-первых, я надеюсь, что в следующем году в Кирове все-таки и останется этот конкурс тоже, можно будет на него напрямую подать. Во-вторых, можно будет подать на другие конкурсы, то есть на президентские гранты, на фонд Тимченко «Активное поколение», на православную инициативу ту же самую, либо, в общем, что-то еще. Слушайте, ну почему реакция это ваша такая, да, человек-праздник, человек-спортсмен, человек-потоаппарат. Потому что в основном, в основном, люди пишут проекты, ну, они, соответственно, допустим, допустим, дворового праздника. Соответственно, что нужно для дворового праздника? Нужен красивый интерьер, нужен микрофон, нужен человек, который заведет этот самому публику, заплет за пляжом, ну, чтобы кто-то сделал красивую фото-видео-съемку и вот по честному... И все это на тысячу рублей? Да нет, ну там... Побольше. Пусть 15-20, как бы. Ну, просто, когда читаешь 20 проектов примерно на эту тему, то есть голова уже... Не хватает людям праздника, Михаил Валерьевич. Не хватает. Я согласен, но просто, когда человек пишет, что нам все как нужно, все здорово, все замечательно, но при этом, как бы сказать, нам для счастья не хватает проектора, начинаешь думать, зачем тебе для дворовых праздников проектор? Вот для дворовых праздников нужно другое, атмосфера там, веселье, антураж какой-то. Я прошу прощения, лавочки нужны прежде всего, чтобы было куда присесть тем, кто стал стоять. Но это уже другое. Да, это несколько другое. Нет, ну, в целом, еще проекты... 35 проектов. Так, 35 проектов на разную сумму от 4 тысяч рублей до 20 тысяч рублей в целом... 20 тысяч рублей это что за проект? Можете сказать? Ну, это достаточно такой сложный вопрос. Понятно. Ну, ладно. Там просто есть и праздники, там есть, допустим, и конкурсы для семей, и есть там спортивное мероприятие, поэтому... То есть, это все-таки такие-таки-то подвижные вещи, да? То есть... Они в какие-то всяческие разные. В смысле, то есть, есть на сегодня создана группа ВКонтакте, называется Доброе дело, и там вся информация выкладывается. На сайте фонда Вятская Соборность точно так же вся информация выкладывается, можно посмотреть, и, само собой, по итогам будет общая информация, что было сделано по всем этим мероприятиям, точно так же это все будет общий будет отчет фонда сделан, поэтому можно посмотреть, с этими победителями грантовых конкурсов и обладателями микрогрантов как-то работать будете, чтобы их проекты были, ну, скажем так, более проработаны вот уже в процессе? Ну, то есть, эти 35, они не вызвали нареканий, я так понимаю, или там тоже есть... Ну, там есть нарекания, но небольшие. То есть, когда в целом понимаешь, что есть некая идея проекта, которая будет позволить что-то интересное реализовать, пусть даже там есть какие-то грехи, в технике написания это не страшно. По поводу техники написания. На сегодня, как вы знаете, общество знания победило, у нас в президентских грантах, у них будет обучение... Школа. Да, будет школа, я бы даже сказал, целая академия, НКО, и вот в рамках как раз этого обучения, в том числе, будет обучение, как заработать в проектной культуре. Я надеюсь, что вот как раз те люди, которые захотят из этих победителей или из тех, кто захочет поработать, они могут пойти, поучиться и, соответственно, уже таких, скажем так, совсем-то глупых ошибок не делать. Когда они ошибаются в написании, самое страшное, когда люди просто неправильно в бюджете складывают цифры и в итоге получается там вместо одной цифры совсем другая. И уже не дадут драться? Конечно, да. Обидно будет? Конечно. Или, допустим, у нас ограничение, нельзя заработной оплаты. Люди пишут заработная оплата тому-то. Вот, написано же было ограничение четкое. Нельзя. И, соответственно, все, мы выбрасываем проект, который был, может быть, не совсем плохой, но потому что указана статья бюджета, которая не подлежит реализоваться. Реализоваться все эти проекты когда должны будут? В этом году? Да, срок реализации до 20 сентября этого года. Они маленькие, дешевые и быстрые. Поэтому к осени, ну, к первому октябрю уже все будет закончено, итоги будут понятны. То есть, если вдруг где-то вы будете ходить по городу и видите какой-то праздник, можете посмотреть в рамках ли конкурса доброе дело доброму городу. Ну, я не думаю, что они, конечно, будут стоять с табличкой, что это вот мы должны. А, это обязательно. Нет, нет. Мы предполагаем, что люди должны сказать, что конкурс проходит или там праздник проходит не сам по себе, он проходит на поддержке и поддержке денег бюджета городской администрации. То есть, это одно из условий, чтобы это как-то было проговорено. Понятно. Николай Плюснин, член общественной палаты в нашей студии. Ну, вот давайте про доброе дело раз начали, так вот добрым делом мы закончим. Некоторое время назад один неизвестный житель города Кирова решил сделать доброе дело и установить в городе Кирове памятник Николаю II и его семье. Было озвучено, что памятник может появиться на набережной Грина. Общественность, значит, встала на дыбы, ну, как мы помним, так как с колесом на театральной площади. В итоге депутаты Кировской думы городской решили все-таки рекомендовать установить памятник на территории Трифонового монастыря. И вот 15-го числа памятник появился, правда, не на территории Трифонового монастыря, а возле Серафимовской церкви. И в процессе открытия монумента владыка Марк фактически обвинил депутатов Кировской городской думы в том, что они сделали примерно то же самое, что сделали в свое время убийцы царской семьи. Разобщили, разобщили и людей кировских, и решение приняли неправильное. Ну, достаточно такая была обличительная речь. Я, честно говоря, не знаю, как сейчас себя чувствуют депутаты городской думы, я у них обязательно спрошу. А к вам у меня вопрос вот какой. Зачем это было сделано? Ну, все-таки праздник, все-таки памятник открывают, да? Где бы он ни стоял, достаточно приятная история. И второе, будет ли она иметь продолжение? То есть вот это обличение, оно рассчитано на что? Чтобы депутаты пересмотрели свое решение? Ну, поскольку памятник уже поставили, вряд ли его будут переносить сейчас на другое место. Ой, вы знаете, я не удивлюсь. Нет, ну, все может быть. Во-вторых, я до тех пор, пока владыка не проклял, не предал нафиг депутатов, я думаю, что им бояться нечего. И если у нас церковь решила поставить памятник и поставила ее на территории, которая принадлежит на земле церкви, ради Бога, то есть я не вижу никакой проблемы. У нас памятник Дзержинску тоже поставили, он стоит как бы около... Возмущение вызывало этот вопрос. Еще, вот если есть человек, который готов сделать памятник, его поставить, нашли для него какой-то земельный участок, пусть у нас город, который не насыщен памятниками, чтобы не были люди возмущающиеся. Вот, именно к этому и апеллировала в том числе Вятская епархия, к тому, что на набережной Грины вот не хватает, я так понимаю, композиции скульптурных. Давайте в городе поставим, чего на территории храма поставим. Отлично, вот знаете, у нас, с чем народ этот самый? У нас народ у нас по этому поводу нет согласия. У нас нет согласия по поводу установки памятника царской Семьленном на набережной Грины. Если у нас, дайте, вот пока у нас, нет единого согласия или, по крайней мере сказать, нет особо громких выступлений против какой-то инициативы, значит, не надо раскачивать лодку, на которой мы находимся. Это сейчас призыв в сторону Вятской епархии, я так понимаю. Да. То есть, если бы не было никаких вопросов, все бы сказали, да, как это здорово, пусть этот памятник стоит. Вопросов бы не возникало. Будет тема еще раз подниматься, как вам кажется? О том, чтобы перенести все-таки. Послушайте, у нас как-то возникает цикличность, как приходят новые губернаторы. Старая тема заново входит в общественное пространство. Может быть, приходят новые губернаторы? Так, это какой-то интересный анонс просто. Но это вот, подождите, у нас Игорь Владимирович не так давно избрался, он работает еще. Слово, еще мне очень нравится ваша фраза. Да. Нет ничего вечного под луной. И губернаторы тоже приходящие. И мы с вами живые очевидцы этого факта, что губернатор в нашей области приходящий. Михаил Плюснин, член общественной палаты в нашей студии, высказывал свое особое мнение. Мы с ним прощаемся, потому что время наше, к сожалению, заканчивается. Но вы мне так и не ответили все-таки на вопрос, будет инициировать епархия перенос памятника в более публичное место или нет? Как вам кажется? Это же их мнение. Я считаю, что не должны. Они уже его поставили. Все, поставили, пусть стоит. Да, пусть стоит. Пусть стоит там, где стоит. Михаил Плюснин, спасибо. Прощаемся. Всем до свидания. Продолжение следует...